так добрый день я рада всех приветствовать на курсе по эмоционально фокусированной терапии да народ подключается я очень рада я очень рада что несмотря на то что сейчас дневное время вы нашли эту возможность прийти именно на прямой эфир потому что мне кажется что так информация усваивается как-то лучше у вас будет возможность задать свои вопросы в моменте давайте я представлюсь меня зовут еремичева наталья и я клинический психолог супружеский терапевт эмоционально фокусированный и системный семейный наверное небольшой экскурс сегодня для вас делаю почему курс называется семейная терапия но тем не менее мне сегодня захотелось да и вообще дать вам курс который даст вам массу полезной информации и даст возможность посмотреть на свои отношения с другой стороны и на отношения да вот особенно тем кто практикует сколько по времени сегодня будет занятие я думаю мы с вами уложимся в полтора часа у нас будет возможность у вас будет возможность задавать вопросы если вдруг на какие-то вопросы я не отвечу вы обязательно все равно их задавайте я буду просматривать их под видео и когда я буду готовиться к следующему занятию во первых я буду эти вопросы включать ну и по возможности буду отвечать в процессе мне очень хочется с вами сегодня прям повзаимодействовать ну что и так мы с вами начнем и я хотел спросить кто-нибудь из вас знаком с методом эмоционально фокусированной терапии кто-нибудь о нем вообще слышал поставьте пожалуйста плюсики в чат если кто-то знает признавайтесь пока плюсиков до добрый день не вижу хорошо и так это метод который появился в 80-е годы да то есть он на самом деле не старый но тем не менее в россию он приехал всего наверно пятый курс терапевтов пятое поколение воспитывают до курс длится примерно полтора года и в россии есть только один тренер сертифицированный специалист айсэфт зовут ее зоя симоходская и соответственно да кто-то все-таки знакомый есть здорово вот и тогда да с эмоционально образные не имеет никакого отношения сейчас прям разбираться будем и это метод который как многие шутят и говорят если бы вдруг представитель системной семейной терапии структурного подхода до минухин гуманистический подход роджерс и соответственно теория привязанности джон болби решили бы вместе попить чай скорее всего у них бы родился этот метод и было бы это уже достаточно давно это действительно метод на пересечении вот трех основных структур повторяю метод эмоционально фокусированная терапия у вас это есть в расписание когда вы смотрите расписание занятий да и у нас с вами есть эмоционально фокусированная терапия да совершенно верно этот подход изначально подход для пар до для супружеской именно терапии метод эмоционально фокусированной терапии был создан сьюзан джонсон повторюсь это восьмидесятые годы она была аспиранткой лесли гринберга который как раз занимался эмоциями но дело в том что потом они разделились да действительно в лес ли гринберг так и занимается индивидуальной терапией в плане эмоций и тропе привязанности и занимается потребностями а вот сьюзан джонсон занимается сопружеской терапии совершенно верно мы с вами говорим о том что у нас курс семейной терапии она не не отличается я вам расскажу и в дальнейшем мы будем смотреть почему именно этот метод так важно вот мне было до рассказать о нем сегодня мы будем затрагивать с вами и системную семейную терапию потому что я повторюсь этот метод базируется на ее основных принцип и так давайте с вами выясним что мы знаем вообще о системной семейной терапии слышали ли вы о том что целое это намного больше чем сумма частей если мы с вами воздействуем на одного человека в семье то соответственно мы в целом воздействуем на всю семью потому что эта система начинает меняться и это очень важный процесс да то есть и мы с вами будем говорить сегодня о паре почему выделено все именно в структурный подход потому что если мы разбираем терапию семейную то выделяем пару как основной элемент до иерархия есть есть дети есть родительские подсистемы есть макро есть микросистемы но тем не менее сама успешная система сама устойчивая это триада да и тогда вот если в родительской подсистеме не будет взаимоотношения которые дают покой которые дают безопасность которые дают заботу то соответственно вот вся система она будет разваливаться поэтому что я хотела здесь вот прежде всего сказать что метод достаточно универсальный его действительно можно применять как с парами так и с семьями поэтому у нас с вами нет никаких противоречий в рамках расписания мы об этом будем дальше вот разбирайте говорить более подробно и так давайте представим себе с чем может приходить супружеская пара на терапию я думаю ни для кого не секрет что это в основном какие-то жалобы и чаще всего это запрос кого-то одного из супругов да то есть если супруг супруга приходит и говорит вот мой муж он не уделяет мне внимание он не заботится обо мне и терапевт очень часто сталкивается что с тем что один один клиент у него клиент а второй это просто человек которого привели к сожалению но в этом смысле да совершенно верно вы пишете что есть безразличие есть проблема в сексе есть недопонимания да это правда самое главное что есть есть ссоры есть причины по которой ну вот пара приходит есть пары которые не ссорятся ну как бы они так говорят что между ними на самом деле страдает контакт контакт это когда я да мы с тобой как родители до разговариваем общаемся мы с тобой но близости между нами нет между нами даже может быть секс но что-то с нашим контактом происходит и так да вы правы я вижу вот вы мне подсказываете это очень здорово что конечно секс и финансы и особенно на территории бывшего нснг это самые частые запросы которые пара предъявляет но дело в том что под этими запросами на самом деле вас может ожидать внутренний совсем другой запрос совсем и сегодня мы с вами будем до разбираться с этим да елен спасибо худой мир лучше доброй ссоры это и так и не так одновременно почему сейчас будем разбираться и на самом деле к вообще в рамках семьи в рамках психотерапии есть масса подходов есть подходы которые ну вот к личности да вот какой тип личности вот сейчас мы подберем там терапию далее терапия будет направлена именно на эту категорию граждан или на проблему вот чем мне нравится системный подход тем что там есть очень много возможностей возможности именно для вас как для терапевтов и давайте уже наверное то достаточно плотно перейдем вот к самой теории к самой сути что касается джона болби кто знаком с темой психологии привязанности поставьте пожалуйста плюсики итак да у нас есть с вами небольшая задержка поэтому у нас с вами плюсики может могут либо сразу быть либо в какой-то моментный да он избегающий тревожно этого по и про типа привязанности говорите да совершенно верно да хорошо кто-то знаком итак давайте разбираться да собственно когда ребеночек рождается да это совершенно не глубинные вещи это то что каждая мама может использовать прям здесь и сейчас или те специалисты к опять же которые работают в рамках семьи семейного подхода и не только даже индивидуально мы знаем что когда ребенок рождается он рождается он не в одиночестве потому что в одиночестве ребенок просто не выживет он умрет и если мы говорим про то как формируется привязанность это материнская забота это материнская любовь это голос это прикосновение это поглаживание почему достаточно часто говорят о том что ребеночек который находится в таком тесном контакте с мамой к сожалению он лишен если вот такого же общения с отцом это привязанность формируется в более позднем возрасте но в любом случае для ребенка и мама и папа это самые главные фигуры так вот когда ребенок вырастает до что происходит с этой привязанностью куда она девается ну то есть я был привязан к собственной маме к собственному папе возможно обо мне заботилась бабушка или дедушка так вот в рамках исследования на самом деле открыли один замечательный факт что привязанность она никуда не девается просто в какой-то момент она становится взрослой привязанностью и трансформируется в нашу любовь и в наши взаимоотношения с нашим партнером и если нам везет и у нас в любви да нам в привязанности действительно формируется хорошие крепкие отношения если у нас нет никаких травм привязанности и ран привязанности мы тоже про отличие потом с вами поговорим да бывают синяки а бывают прям большие раны так вот если нашей жизни была насыщена вот такими событиями то вот у нас возникает что надежная привязанность до надежный тип привязанности так называемый к сожалению к сожалению не так много людей могут похвастаться надежным типом привязанности у нас кстати статистика очень сильно разнится потому что недавно я знаю в рамках института у петрановской попробовали проводить исследования и они говорили о том что но вообще маленький процент людей имеет надежная привязанность сьюзен джонсон говорила о том а это канада так на секундочку да специалист что ну где-то около 50-60 процентов у них там есть то вот те пары приходят у коту партнеров у которых есть надежный тип привязанности но вот наша статистика действительно страдает это максимум я думаю 20-30 процентов кто-то говорит о том что может быть даже и меньше и это связано да конечно с поколениями да у нас достаточно тяжелая судьба буквально поколение этого которые были до в одной войне во второй войне когда у нас были семьи в которых бабушка мама они были замещающими родителями да вот как это бабушка как мама мама как папа который ходила на работу и бабушка воспитывались дети так ли это плохо нет абсолютно неплохо это нормально это хорошо когда есть фигура привязанности когда есть человек которому я могу прийти с которым я могу поделиться любой своей невзгодой у меня что-то случилось когда я маленький ребенок я упала разбила коленку я пришла к своей бабушке это прекрасно это намного лучше нежели чем я ребенок я напугана и мне не к кому прийти мне не к кому обратиться и и тогда вот если мы говорим про привязанность и про то как она исследовалась если вы знакомы есть такой эксперимент когда младенцев мама приводила на эксперимент в комнату в игровую и потом через некоторое время оставляла ребенка и уходила а потом она возвращалась и когда мама возвращалась дети вели себя разным образом почему потому что первое что должна была сделать мама это сделать каменное лицо да такой покер фейс каменное лицо когда ребенок вот маленький совсем да там до года он с погремушкой и он хочет от мамы получить какое-то внимание какую-то заботу ну то есть его тебя не было ты вернулась я так нуждаюсь тебе но мама смотрит просто на ребенка и никак не реагирует и в этом смысле дети вели себя по-разному потому что это достаточно травматичный опыт кто-то из детей начинал хвататься цепляться за маму да то есть проявлять тревогу возмущаться и как-то но реагировать на нее побуждающе даже побуждающий в тот момент вот когда она сидит рядом и никак на меня не реагирует что я могу сделать я могу возмущаться кричать бить ее погремушкой чтобы мама вернулась и второй тип до такой большой тип привязанности это когда дети уходили но в такую прям в грусть в депрессию условно да то есть когда они смотрели на маму и не понимали почему это так но никак не реагировали они реагировали внутри это избегающий тип привязанности и еще у нас есть такой большой тоже большой тип привязанности это смешанный тип когда есть и тревожное проявление такого вот преследующего типа тревожного типа так вот он правильно в литературе называется и избегающего типа такой смешанный тип почему я так подробно вам про это рассказываю первое что делает эмоционально фокусированный терапевт это проясняет какой у него тип привязанности если мы с вами говорим про эксперимент нет это не травма потому что мама потом возвращается и мама потом а может наверстать упущенное то что было за пять минут эксперимента вот и давайте я сейчас еще раз повторю про типа привязанности но мне самое главное чтобы вы понимали суть что всегда есть тревожный тип который будет приближаться который будет возмущаться который будет просить о контакте да это но 1 до 1 надежный спасибо спи 1 надежный мы его не берем его берем как эталон там есть разные реакции да ну на не не такие явные до нас есть надежный у нас есть тревожный у нас есть избегающий тип тип да когда если что-то у меня происходит я замираю я исчезаю меня нет и тогда да вот этот вот это дальнейшее взаимодействие на самом деле под угрозой и еще один тип это дезорганизованный когда есть вариант и тревожного стиля привязанности типа привязанности и избегающего вот с типами мы немножко разобрались потому что это самое основное самая база поэтому обратите на это пожалуйста внимание да с этой информации вам будет легко обращаться в рамках работы с любым клиентом даже если это индивидуальная терапия вы будете отслеживать как себя человек ведет в кризис именно никогда не с точки зрения когда ничего не происходит и мы вот как сейчас с вами этом мило беседуем а когда происходит какая-то проблемная ситуация я сейчас вам приведу пример как обычно это бывает например муж приходит вечером с работы и что он видит он видят что сидит усталая жена нас смотрит в одну точку у нее нет настроения и в этом смысле ну вот как-то она не не реагирует на него у него на работе возможно тоже что-то происходило да и возможно еще что-то произошло ему хочется может быть где-то поделиться может быть и страшно особенно если какой-то финансовый вопрос давайте представим себе вот такую семью которая может вечером встретиться на кухне вот что там между ними может произойти да вот если в этом примере вот буквально через ну что что может подумать муж даже не типы привязанности сейчас определяем и сейчас с вами определим позиции как они эти супруги могут взаимодействовать я прихожу к тебе я хочу взаимодействие на выжгну вижу что ты разочарована наверное чем-то сегодня день прошел не так наверное дети тебя замотали но что-то происходит и со мной что ты со мной происходит в этом месте я тоже хочу с тобой поделиться ну или не хочу поделиться но я тоже встревожен что они видят что видят каждый из них злую жену да злую озабоченную условно злую и злого мужа который но тоже да его чем чего-то волнует но жена еще не в курсе она не знает абсолютно точно не знает почему это происходит так вот надежный да почему я вот эту иллюстрацию решила вам рассказать надежный тип привязанности это когда они несмотря на то что они что-то друг о друге догадываются они могут совершенно спокойно спросить об этом друг друга да конечно спасибо ненужность а вот не чувствует себя нужными не чувствует себя важными да может быть она меня разлюбила или сейчас она наедет за меня за на меня за то что я очень много работаю и не уделяю достаточно времени ей детям да и будет избегать ее например она может вот видя его что и ты целую неделю работал я так долго тебя не видела я так хотела быть с тобой вместе хотя бы эти 10-15 минут черт и ты не смог мне этого дать ты не смог хотя бы даже вот этого времени посвятить непосредственно мне и ты начал отстраняться да это то что видят женщина перед собой да и тогда тогда вопрос если вдруг они войдут в этот путь на этот путь встанут до неэффективного взаимодействия а у них могут быть даже открытые претензии не то что скрытые то соответственно это будет называться циклом цикл негативного взаимодействия да мозг нафантазирует и это не просто потому что мозг нафантазирует потому что в этот момент пара будет испытывать негативные эмоции чувства и для того чтобы понять в чем причина мозг начинает дам продуцировать определенные вещи да я иногда самое страшное я не верю что нужна тебе как и муж он может в цикле думать то же самое цикл это ссора иногда эмоционально фокусированные терапевты говорят цикл или 100 грамм водки когда пара не очень понимает и не очень знает что на самом деле с ними происходит да вот они входят в этот цикл когда я говорю тебе претензию а ты защищаешься ты защищаться можешь либо возмущаясь мне в ответ либо ты можешь остраняться ты можешь уходить покурить на балкон ты можешь садиться за компьютер играть компьютерную игру ты можешь ну я не знаю просто уходить другую комнату и помогать мне с детьми и может мы в этот момент тебя будет преследовать чувство вины что ты действительно мне не помогаешь но я все равно в этот момент могу раниться потому что если мне нужен контакт если мне нужна твоя забота если я очень хочу видеть тебя в этот момент рядом с собой да ты не откликаешься нет прямого контакта это тогда цикл что делает с нами он нас разъединяет вы не волнуйтесь абсолютно точно мы подробно будем еще дальше с вами общаться на эту тему я буду подробно вам разговаривать говорить про этот цикл мы с вами даже постараемся составить его дан начертить чтобы он был перед глазами чтобы все было наглядно я в обязательном порядке скину для вас сами схемы и презентации но мне сегодня было очень важно пообщаться с вами без масок без презентации потому что она отдаляет потому что мне сегодня хочется быть с вами максимально в общении и я повторюсь когда мы взаимодействуем во время лекции когда у нас есть возможность ставить друг другу плюсики и задавать вопросы это как знаете отличники которые сидят на первых портах я не знаю знаете вы про это или нет как провели исследование дело в том что когда мы тянем руку когда мы как-то реагируем на слова преподавателя в этот момент активизируются клетки мозга и те люди которые сидят на задних партах и которые тоже слушают не взаимодействует с преподавателем они запоминают хуже информацию и что еще наверное важно я не знаю так как вы слушаете меня записывая или просто это ну все равно всегда с одной стороны есть возможность переслушать но с другой стороны столько много полезной и интересной информации что не всегда успеваешь и если вы записываете то плюс-минус 60 процентов информации это абсолютно точно останется с вами если вдруг да я у вас очень благодарен за те до тех кто в контакте со мной сегодня а те кто не записывает но соответственно наверно примерно 20 процентов информации я сегодня даже вот представляя свой свой метод немножко волнуюсь и я понимаю что мне свое время было не очень просто учиться этому методу когда я училась системке там было все понятно там было про то что вот семья вот его в ее взаимодействие вот иерархия вот система подсистема и между ними есть определенный формат взаимодействия все ты уже знаешь системную семейную психотерапию да с этим багажом знаний но когда ты приходишь и работаешь семьей когда ты начинаешь слушать и слышать их запрос они действительно вот могут приходить и с но в рамках супружеской опять же терапии к системному семейному психологу да но тот формат взаимодействия который нужен вот я вижу что вы реагируете до реагируете на меня нет конечно это не мой личный метод метод с юзен джонсон но будет информация обязательно и в этом и есть основная и сложность и простота метода в этом методе психолог работает как такой знаете даже я бы не скажу он не интуит не интуит но абсолютно точно работая с эмоциями невозможно оставаться за схемами вот схемой терапии за каким-то подходом до прятаться за тем что я не знаю сейчас вот у меня 55 минут и я сижу с вами на расстоянии когда я прихожу в свой кабинет и иногда до меня консультируют коллеги я обращаю внимание что от дивана до моего кресла огромное огромное расстояние так вот я работаю так и мои коллеги в эмоционально фокусированной терапии работают таким образом что подвигаются клиенту более того наверное самый идеальный самая идеальная мебель для эмоционально фокусированного терапевта это стул на колесиках когда можно подъехать в какой-то момент к паре вы представляете себе вообще что такое экскалированная пара это как будто два танка на тебя несутся они в этот момент ссорятся могут ссориться могут ругаться и спрашивать а что нам с этим делать и на самом деле в этом месте неопытные терапевты или даже я знаю опытные терапевты на других подходах очень часто теряются моя задача вам рассказать как работать с такими парами которые давно это называется эскалированные пары в которых очень много эмоций много агрессии и в этот момент их тоже важно понять и не прятаться от них не защищаться а быть с ними в максимальном контакте да это вот я прям такой экскурс экскурс потому что сегодня у нас с вами первое занятие я хочу чтобы вы сами для себя что-то вот пробовали и чувствовали да не просто вот записывали не просто воспринимали информацию мы сегодня с вами вот немножко на других энергиях если можно так выразиться так значит смотрите что мы с вами точно абсолютно вот о чем мы сегодня поговорим да вот в чем сложности простота метода что делает вот эмоционально фокусированный терапевт для пары первое он конечно знает теорию он знает теорию привязанности он знает систем системную семейную теорию он знает гуманистический подход мне очень нравится выражение карла роджерса про то что я знаю что тот человек который сейчас придет ко мне на сессию что нет у него внутри такого чувства такой эмоции которую бы я был как сам как человек не способен понять поэтому мы с вами договоримся изначально что метод эмоционально фокусированной терапии всегда будет через понимание это не просто набор инструментов это когда терапевт работает с собой именно поэтому мне очень важно донести до вас суть как говорит зоя семоходская основной тренер в россии она говорит о том что даже если вы не владеете методом совершенстве немножечко ft это намного лучше чем вообще нефть и поэтому те знания которые вы получите вот на протяжении этого курса я уверена что они помогут вам в дальнейшем повторюсь выстраивать любую работу и так что касается простоты и сложности когда я влюблялась в этот подход когда как мы говорим можно присмотреться и сходить с этим методом на свидание да можно как я уже связать с эмоциональной фокусированной терапии всю свою сознательную жизнь и учиться учиться еще раз учиться так вот когда я училась мне было очень важно чтобы мои коллеги тех которых я люблю и уважаю хочу дальше с ними работать в сотрудничестве тоже понимали про что это на конференциях обычно говорю пойдемте пойдемте на мою секцию пожалуйста когда сьюзен джонсон выступает когда зоя семоходская показывает свои лекции примеры да это действительно завораживающее зрелище но когда мои коллеги и часто это коллеги из гуманистических ранее подходов приходили они смотрели говорили фигня да все понятно вообще но в смысле что тут сложного человек говорит а ты там вот ну один из пар партнеров да ты его повторяешь повторяешь подтверждаешь ему его слова эмоции чувства подтверждаешь потом замедляешь готовишь его к осознанной инсценировки да то есть это будет мы с вами будем приходить не волнуйтесь незнакомое слово сразу буду вводить как термин инсценировка эта возможность повернуться прям здесь и сейчас партнеру и сказать о своих чувствах о самом важном о том что меня тревожит о том что меня волнует быть в этом месте в уязвимости да помните нашу пару тот пример который я приводила пара на кухне пара на кухне и вы правильно подмечаете что когда я не чувствую что я нужна я нужен я важна я важен в этот момент я уязвим и признаться в этом партнеру особенно который злится вообще-то небезопасно если кто-то на меня злится я не могу подойти и сказать слушай я вот ну там тревожусь беспокоюсь я вообще боюсь что может быть ты меня оставишь что я могу получить в ответ давайте будем предполагать так ну-ка ну-ка жду от вас реакции ответов если мой партнер злится я прихожу и делюсь своей уязвимость и говорю слушай так боюсь тебя потерять когда ты такой злой я не знаю да совершенно верно насмешки агрессию манипуляцию конечно все верно да что то такое негативное но потому что человек в этот момент не может быть в созвучии очень трудно быть созвучии когда я злюсь да меня могут отвергнуть конечно конечно да отвержение да совершенно верно да или он может не понять не понять но если я открываюсь если я тебе говорю не о том о чем я знаю это для меня так просто то это не та реакция которая хочу получить и поэтому как вы ранее писали да иногда мы говорим про худой худой мир что лучше добрый ссор а я лучше не буду открываться и лучше в том месте когда ты злишься я тебя отойду то совершенно верно обесценивание я обижусь да точно точно да и действительно это неуместный диалог потому что этот диалог обычно ни к чему хорошему не приводит да тоже дальше будем с вами разбираться почему я немножко подсматриваю для того чтобы держать систему мне есть очень-очень много что вам рассказать чему вас научить и поэтому мне иногда важно держать свой фокус эмоционально фокусированная терапия что делает она держит фокус на эмоциях это наверное один из немногих методов когда все жалобы клиента не слушают как бы не разрешают давать клиенту уходить в детали про какого цвета был цветок на подоконнике когда я ругалась со своим мужем или вот я до этого вообще-то разговаривала с подругой мы будем всегда фокусироваться на эмоциях супружества до которые относятся к моему объекту привязанности не волнуйтесь про игнорирование поговорим дальше и действительно вот как и повторюсь когда мои коллеги смотрели как работает Зоя Симоходская или как работает Сьюзен Джонсон то было ощущение что терапия ну вообще легкая ну то есть тебе клиент что-то говорит ты ему подтверждаешь ты говоришь да вы сейчас злитесь потому что вы не видите что ваш партнер да уделяет вам внимание он вместо того чтобы вас выслушать вместо того чтобы обнять он пришел и молча ест он отстраняется от вас и вам это неприятно конечно говорит терапевт да конечно это неприятно подтверждая эмоции таким образом что мы говорим да что мы подтверждаем фокусируем на эмоции когда мы несколько раз повторяем одно и то же вы будете за мной замечать это как это профессиональная деформация я не очень хороший лектор именно потому что я очень много концентрируясь на обратной связи я не вношу своей информации а я все весь свой диалог с клиентом строю на под предположениях на подтверждениях на утверждениях и я повторяю слова клиента а потом будем опять же прям эту технику с вами проходить медленно мягко словами клиента повторять то что он только что сказал нам скажу честно когда я первый раз увидела в живую сессию она мне показалась мне жесткому системнику и в тот момент так я еще активно увлекалась бэком соответственно это когнитивно поведенческий подход до достаточно такой жесткий на малое количество сессии надо было успевать надо было прямо выдавать клиенту максимум пользы и там вот эти методы они работали хорошо так вот первый раз когда я вот увидела своими глазами сессию не было как тут знаете когда слишком сладко слишком мягко слишком много подтверждения зачем терапевт как попугай постоянно повторяет что говорят что говорит пара в смысле зачем они что глухие они что тупые да то есть это как вообще да то есть не было ощущения что вот ну это как-то может помочь но на самом деле когда мы с вами несколько раз повторяем вот давайте я вам пример приведу чтобы вам было понятно меня буквально на днях был клиент индивидуальная была сессия и он ездил на могилу своего папы с которым он не смог вовремя попрощаться и он чувствовал что вот то неодобрение ту травму неодобрение которую он получил в раннем детстве очень мешает ему как раз строить как ни странно парные отношения потому что в какой-то момент папа сказал ему что он не очень скажем ну как-то способный мальчик когда ему было 14 лет и он не смог самостоятельно помочь папе отремонтировать крыльцо в их частном доме и клиент может просто про это рассказывать играть да у меня был вот такой опыт когда я не был успешным для папы когда папе было неприятно что его сын да вот чего-то ну как-то не справляется и папа в сердцах бросил что лучше вот я пойду к соседскому мальчику он точно мне поможет эта травма осталась до сих пор молодому человеку сейчас 37 лет он в разводе он не может построить отношения потому что там где он чувствует что вот чего-то он не очень что-то он не очень справляется не может дать женщине поддержку не понимает особенно если женщина рядом попадается требовательная он впадает в ступор он не может нормально выразить свои эмоции в тот момент когда на него даже просто вот чуть-чуть наезжают невозможно становится он закрывается начинает молчать он начинает уходить и это нормально для него реакция то есть он абсолютно точно и мы кстати тоже про это будем говорить и сейчас скажу что в эмоционально фокусированной терапии не бывает ну словно больных клиентов да мы говорим о том что со мной все окей и с тобой все окей именно через это я могу тебе помочь потому что если я поставлю тебе диагноз если я скажу что с тобой не так и попей таблеточек то это будет означать как бы странно это не звучало что я от тебя закрываюсь и тогда я не смогу тебе помочь и достаточно часто мои коллеги психиатры говорят о том что блин да мой внутренний психиатр просто сейчас в диком сопротивление и злости находится как так в смысле есть личностные расстройства есть пограничники есть психопаты в смысле неважно в смысле все окей но именно в этом методе это будет вот такой истиной что пока я не вижу более человека пока я не вижу его с его раной привязанности это же не его да это не его вина это его беда и поэтому конечно через присоединение альянс это самый первый принцип работы в эмоционально фокусированной терапии мы максимально пытаемся увидеть и услышать наших клиентов что у них болит и что они делают когда да когда это у них болит а не волнуйтесь это будет и презентации мы с вами будем вот на этих моментах дальше спокойно останавливаться не переживайте я знаю что пока информация она такая будет и вот здесь сказала вот здесь сказала но мне очень важно понять но не то что понять обрисовать вам вот с чем работает эмоционально фокусированная терапия я конечно же просмотрю ваши вопросы да что в этом месте будет вас волновать и я постараюсь просто подготовить к следующим лекциям эти вопросы туда включать так вот я вернусь к сути так вот если бы этот молодой человек в какой-то момент он мне пытался рассказывать как он ездил в другой город на могилу своего отца и вот и он говорит прям вот прямым текстом что я иду я не знаю я спросил участок я не знаю номер могилы и я иду по этому кладбищу и вот ищу и знаю что я волнуюсь и переживаю . если я останусь на этой информации если я останусь на этом уровне с ним то я не смогу ему помочь потому что я просто его услышала вот на этом уровне на уровне мышления он мне рассказал какую-то свою реакцию на то что он не мог найти могилу своего отца вот и что делаю я в этот момент человек рассказывает его я видела вопросы задавали а вообще человек не злится когда так подтверждаешь нет человек не злится более того есть есть такой момент когда я тебе подтверждаю говорю конечно вы злитесь или конечно в этом месте когда вы ищете могилу собственного папы с которым вы хотели общаться но у вас был эмоциональный разрыв вы не смогли не проразнить не слезинки на его могиле и сейчас вышли и концентрировались на том что вот вы искали вы искали вы не могли найти для себя да вот это вот спокойствие и какое спокойствие да вы не за этим туда пришли вы искали вы боялись не найти вы боялись что мало времени на то чтобы найти и вы волновались за то что как много времени прошло и вообще вспомните ли вы это место да вот я топчусь на одном месте и не разрешаю клиенту идти дальше и в тот момент когда я останавливаюсь и говорю да вы искали да так больно так неприятно так неприятно что вы не можете найти да и немножко стыдно я не помню где похоронен мой папа и вот мы прям остаемся в этом я еще раз подтверждаю подтверждаю и он не кивает и я еще раз говорю одно и то же да то есть это делаю я уже на автомате именно поэтому то то есть для меня ну я не задумываюсь но я повторяю именно то что человек мне говорит что конечно это больно конечно это печально и в этот момент как вы думаете что происходит такие есть предположения когда мы останавливаемся когда мы замедляемся когда мы фокусируемся на эмоции конечно он плачет у него появляются слезы да совершенно верно он проживает боль он чувствует ее я не хочу чтобы в какой-то момент вы подумали что эмоционально фокусированные терапевты занимаются тем что доводят людей до слез хотя я признаюсь честно что когда мы соприкасаемся со своими самыми сложными эмоциями со своими самыми сложными чувствами оставаться вне эмоций не получается да мы ими делимся они правда выходят наружу но смысл смысл даже не в этом смысл дальше он останавливается и он говорит себя о том что да мне правда было больно и что я в этот момент делаю как терапевт я ему говорю а я слышу тебя я слышу что тебе сейчас очень больно я слышу что ты очень нервничал ты очень волновался и тебе сейчас было очень очень тяжело ты там был один тебя там некому было поддержать да и в этом одиночестве в этом вот да там сочувствие к себе в этом страхе да ты находился совсем один тебе было плохо но сейчас ты не один я тебя слышу я тебя понимаю я понимаю твою боль понимаю твою реакцию да я представляю что там и тогда тебе пришлось пережить и вы понимаете вот в этом месте происходит трансформация почему я так подробно про это рассказываю и прям привожу пример опять же чтобы это было наглядно inside я просто не хочу никого обидеть из коллег из да там терапевтов которые практикуют особенно психоаналитических подходах это наши азбука мы конечно никуда от этого не надеваемся но сам по себе inside к изменениям к сожалению не ведет осознать что-то не равно сделать и не равно до inside катарсис не равно пережить и не равно трансформировать так вот самая главная задача ft это такой трансформирующий опыт и вы представляете вот это все происходило у меня с клиентом в индивидуальном формате терапии а когда этот же клиент чуть ранее был у меня в рамках супружеской терапии а когда он пытался спасти свои первые отношения спойлер про то что не смог к сожалению и дело бы уже было не в нем про это тоже дальше поговорим да вы представляете что если рядом в этот момент когда я так раскрываюсь когда мне так плохо когда мне так больно сидеть терапевты меня понимает рядом сидит моя жена моя девушка неважно мой партнер хоть мой молодой человек в этот момент я могу могу быть в уязвимости потянуться к человеку который в этот момент будет подготовлен терапевтом подготовлен мой повернуться и сказать ему об этом что слушай ну например если бы мы предполагали с вами что этого молодого человека в данный момент есть супруга что суши я поехал туда и я был там совсем один я был там совсем один меня некому было поддержать некому было сказать слова да там сочувствие или вообще молчать или может быть подержать меня за руку было некому просто вот находиться рядом не было некому я был один я так нуждался в тебе я так нуждался в твоей заботе в твоей поддержке даже если я не получил ее сейчас то возможно я смогу получить например ее на терапии и это корректирующий эмоциональный опыт один из примеров опять же это маленькие маленькие такие спойлеры зато небольшое количество времени которое у нас с вами сегодня есть на такую первую лекцию поэтому что касается вот продвижение дальше буду фокусироваться уже более конкретно поэтапно чтобы вам было понятно итак смотрите мы с вами еще раз не волнуйтесь слайды будут поэтому просто говорю для понимания первое что делает терапевт он подтверждает и говорит да конечно я кстати к вам будет домашнее задание прям вот целую неделю которая у вас будет пожалуйста прям по упражняйтесь когда вы будете общаться в рамках там своей семьи да я тут скажу что с коллегами ну классно но не так работает потому что вы не обязательно в рамках привязанности друг другу находитесь может быть в этом вынужденном положении я не знаю да но обязательно попробуйте просто попробуйте когда вам ваш супруг или супруга или ребенок говорит ну вот и я что-то там не знаю что-то вам говорит или что-то предъявляет начинайте пожалуйста свой ответ попробуйте начать свой ответ конечно конечно ребенок говорит мама я ударился конечно да там или ты плачешь эмоции отражаем тебе больно потому что ты ударился или там муж говорит блин я пришел с работы домой ужин не готов ты чего здесь сделал это да ты лекции свои смотрела ты что сериалы свои до 5 в инстаграме залипала и ты нет конечно ты возмущаешься потому что тебе так важно было бы почувствовать мою заботу ты конечно бы хотел прийти и видеть эту заботу что я я вот я ждала тебя да ну да ну вот дальше дальше не надо дальше не надо конечно ты злишься я понимаю даже этого на самом деле может хватить да вот конечно то есть у нас прямо эмоционально фокусированных тропевтов есть свой прикол то есть мы общаемся друг с другом когда нам надо так чтобы друг друга понимали вы конечно конечно да я как-то столкнулась такой ситуации когда я пришла на работу в свой кабинет и поняла что он занят другим психологом а это было мое время я возмущалась значит с начальником тоже эмоционально фокусированным терапевтом я пришла и сказала слушайте какого черта вообще это мое время всегда так было уже года два почему в моем кабинете да слава богу мне клиент не пришел на вы представляете чтобы было если бы пришел ко мне клиенты я мне бы некуда было его посадить а если это да там пришла бы супружеская пара и чтобы мне вообще тогда было делать да и это очень интересный опыт когда тебе твой начальник по сути да может тоже ответили конечно я понимаю ты конечно возмущаешься конечно тебя обидно да и ты удивлена и расстроена и конечно ты думаешь о том что могло бы бы вообще случиться если бы до пара бы пришла тебе бы некуда было их посадить ты заботливый терапевт как вы думаете что произошло с моей агрессии ну уж до ваших ответов да конечно на самом деле с моей агрессии с моей злостью в этот момент произошла трансформация ушла совершенно наверное улетучилась я заулыбалась меня поняли меня приняли даже в этой такой неоднозначной ситуации где я была права я там готова была топать как ребенок ножками да и громко кричать и говорить смысле я вообще-то вообще-то давно здесь практикую на это мой кабинет почему здесь кто-то да из происходят смягчение помните говорили еще раз вернул вас к этой паре которая на кухне и злится так вот пока не произойдет смягчение разговаривать бесполезно пока оба партнера находятся в такой вот злости агрессии да только ее можно отражать и тогда да ты конечно ты злишься когда ты видишь меня но до этого момента пока пара научается это делать проходит какое-то количество времени и она измеряется именно не временем а стадиями прохождения в том числе эмоционально фокусированной терапии и что еще я делаю когда я постоянно постоянно повторяю слова клиента медленно мягко с метафорами с образами которые рисуют мне клиенты я организовываю 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 эту эмоцию да то есть вот тот пример как про меня про кабинет который я вам ну который вам привела да это пример как раз про то как организуется эмоция что сначала я была в обвинении я была в злости и потом да ну просто это перешло на какую-то грусть и мне стало грустно мне стало обидно но мне не хотелось все рвать и метать мне просто было печально и таким образом да если я уже не кричу и не возмущаюсь то я могу услышать причину почему мой кабинет например занят почему так произошло почему это случилось там вот не знаю именно со мной это что касается наверное основных таких вот на самых главных принципов с чем мы дальше с вами будем работать и разбираться мы будем говорить про метафору эмоционально фокусированная терапия это как танцевать танго с клиентами если если вы знаете наверное да что когда танго изучают а дальше но это не просто вот набор шагов это и возможность подстроиться под партнера это возможность но скажем не наступать ему на ноги потому что ты его чувствуешь да вот в этом танце привязанности музыкой будут эмоции и чувства в каждом танце вы знаете есть две разных позиции и мы с вами в эмоционально фокусированной терапии будем различать абсолютно то точно также две позиции преследующего и отстраняющегося партнера кто такой преследующий на примере нашей с вами кухонной пары да кто у нас там был отстраняющимся вы правильно определили позицию в цикле был мужчина который отошел ушел который обиделся которого не встретили и соответственно он не будет точно знать и понимать что делать он отстраняется жена которая возмущается жена которая хочет контакта но не может его получить да и вот как-то уже может ему об этом сказать это преследующий партнер вот такие понятия как отстранение и преследование в цикле то бишь в ссоре я ввожу клиенту сразу на первой сессии когда ко мне приходят клиенты первое что я делаю самое основное прям вот мой самый первый вопрос пожалуйста расскажите как вы ссоритесь это тот же вопрос который я могу сейчас задавать вам да мне пары могут сразу начать рассказывать все что угодно в том числе вот как я вам говорила какого цвета были горшки и цветы на подоконнике когда они ссорились что именно приготовила жена мужу но это не это не про эмоции будет это не будет тот рассказ который меня интересует и это я даже иногда своим парам так и говорю которым особенно трудно остановиться извините я не очень вежливый терапевт но я очень-очень хочу вас понять я очень-очень хочу понять что с вами происходит и поэтому я буду вас останавливать хорошо и буду прям вот переспрашивать и вот да вот ваш муж пришел на кухню как вы поняли что он разозлился да вам об этом сказала его лицо вы увидели что у него да вот это вот появилась как это межбровная такой залом его стал более заметным что его уголки губ опустились да и для вас это что-то значит а я поняла да в этот момент вы поняли что мой муж пришел а он недоволен а вы подумали что конечно у меня не до конца готов ужин я еще не налила чай и что для вас это значило а то что вы плохая хозяйка да да то есть для вас это было конечно конечно вы когда вы увидели вот такое лицо вашего мужа который пришел с работы вам так хотелось его обнять да и вот и вы как будто не справились вы не выполнили свою функцию вы не выполнили свою условную миссию да вы вы не приготовили и самое важное что я буду дальше спрашивать а что вы дальше сделали потому что догадываться и думать она может о чем угодно я плохая хозяйка я там не знаю я не справляюсь с детьми с хозяйством да ну туда же я не знаю я не интересно тебе или я не важна тебе не нужна тебе да это самые такие наши глубинные страхи но мы в глубину мы сразу не падаем мы даже если клиент сам туда идет да мы говорим о том что подождите подождите давайте давайте чуть 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 я вас замедля можно ага хорошо расскажите пожалуйста и вот когда вы почувствовали себя так неважно вот такой отвергнутый такой ненужный да вот такой какой-то неважный и да вот что вы дальше стали делать даже что да ну там что женщина может ответить ну например я не знаю я мне стало безумно обидно и я спросила собственно а ты что такой злой да и а да вот вы обвинили его да вы обвинили его и соответственно что-то пошло не так да вы поняли что тот вечер который должен ну вот быть да собственно вот не знаю быть каким-то для вас приятным в контакте да вот что-то не получится что-то пойдет дальше не так ты злишься и тогда я не уверена что между нами этот контакт будет так я вижу вы беспокоитесь по поводу эфира да то есть я не знаю подскажите мне пожалуйста обычно когда я иду эфир веду эфир все нормально если он идет больше часа то есть мой телефон обычно мне это позволяет да подскажите пожалуйста кто опытный надо ли нам сейчас останавливаться даже если меня не останавливает мой телефон можно дольше хорошо спасибо большое если вдруг что но наговорю опять потому что разговаривать могу до и у вас будет обязательное повторение этого этой возможности презентация так что да смотрите вот и дальше да вот дальше вы наехали дальше вы наехали на своего мужа да и и что вы увидели в ответ что он сделал в тот момент когда вы протестовали когда вы сказали ему собственно какого черта ты такой злой сегодня пришел и это может быть да следующей позиции это могут быть либо атака атака либо атака отстранения это самые распространенные игры ну погоди их называю в которые играют пары любые пары и также есть я просто сейчас еще читаю да что вы мне кто-то советует все-таки сохранить эфир выйти кто-то продолжать дальше я так понимаю что но либо поезд уже ушел либо сохранится потому что я уже вещаю больше часа у нас с вами еще остается времени так как мы договаривались уложиться с вами куда там плюс-минус полтора часа то есть где-то чтобы у вас был перерыв перед вероникой ну и соответственно да это так организационные моменты хорошо давайте попробуем сохранить чтобы никто не волновался да и я еще раз зайду он и он и и и воды